Понедельник приморцев начался не с кофе. Больше всего не повезло владивостокцам. Ночью в городе пошел сильный дождь, и к утру краевую столицу захлестнули реки воды. О том, как справлялись, расскажет Илья Мороз. Буквально через час после начала ливня по дорогам текут реки, а в низинах образуются искусственные озера. Перемещение по городу превращается в целое приключение. Автомобили застревают в пробках, но больше всего не везет пешеходам. Подземный переход на фуникулёре превратился в самый настоящий бассейн. Сейчас мы проверим, можно ли здесь пройти, не замочив ноги. Вот у меня ботинки, они промыкают где-то вот по этот уровень. Сейчас мы пройдемся и посмотрим, насколько хватит запаса. Так, идем, 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 идем. Ну вот я еще не дошел до середины пути, а мои ботинки уже промыкают, и дальше, по-моему, только глубже. Но людям деваться некуда. Чтобы перейти на ту сторону, нужно преодолеть водную преграду. Кто-то разувается и пытается взять препятствие с разбега, кто-то идет прямо в обуви. Путь в несколько метров вызывает самые живые эмоции. А это уже центр города. Дорога возле стадиона «Динамо». Проезжую часть не видно под слоем воды. У ливневок сняли решетки, но сливная система все равно не справляется. До некоторых зданий приходится добираться буквально по колено в воде. Владивосток из-за дождей начал уже напоминать Венецию. Ну, по крайней мере, вот в этот ресторан гораздо легче сейчас доплыть на лодке, чем дойти собственными ногами. А этим кафе, похоже, пока не до приема посетителей. Помещение подтопило, воду откачивают насосами и вычерпывают ведрами. Но дождь уже прекратился. Искусственное озеро возле стадиона быстро мелеет. Еще несколько минут, и по пешеходным переходам можно будет ходить, не боясь замочить ноги. Спортивное – еще один район, который сильно страдает во время дождей. Ливневок здесь нет вообще. На дороге вода не задерживается, а вот дворы домов, что называется, плавают. Вода здесь будет стоять еще долго. Илья Мороз, Алексей Зданович, Панорама.